В каком возрасте вы узнали о Майнкрафте? А с какой версии вы начали в него играть? Что бы вы ни ответили, отрицать факт того, что эта игра прекрасна, невозможно. Лично я познакомился с этой игрой в 2012 году, и играл я на версии 1.2.5. Какой же кайф, когда в 1.3.2 добавили кнопочку открыть для сети. Но хватит ностальгии, самое время разобрать эстетику Майнкрафт по полочкам. Заранее скажу, что ролик будет разбит на три части, которые олицетворяют три эпохи Майнкрафта. Это не какое-то официальное деление, а мое видение. Также важная оговорочка, что это все вкусовщина. Но об этом я рассказал в ролике, который вы можете посмотреть по всплывающей подсказке. Итак, три эпохи Майнкрафта. Погнали. Данная эпоха берет свое начало с 2014 года, когда Нотч, создатель Майнкрафта, продал права на игру Майкрософт. Новые текстуры, новые предметы, новые звуки, новые мобы, RTX. Все, что мы сейчас знаем и входит в данную эпоху. Сейчас Майнкрафт ассоциируется с чем-то более серьезным. Со стороны разработчиков мы видим, что обновления разбиты на тему, ежегодные ивенты и кроссплатформенность. Майнкрафт стал буквально ААА игрой. Чего стоит голосование, в котором игроки голосуют за лучшего моба, а затем в будущем его добавляют в игру. А со стороны игроков мы видим очень творческих людей, постройки небывалого масштаба, простой, но очень красивый декор, моды, которые ломают твой мозг, машинимы, которые ты смотришь как настоящие фильмы. Да о чем мы говорим, если люди переносят всю нашу планету в Майнкрафт размером один к одному. Тут даже мой город есть. Все это ламповая реальность, в которой мы сейчас живем. Но так было не всегда. Ибо сейчас, когда Майнкрафт уже считается чем-то настолько привычным, трудно представить, что раньше это было чем-то локальным. И мы возвращаемся назад в прошлое, чтобы увидеть эпоху под названием... Этот временной отрезок не такой длинный, как предыдущий, но многие застали именно его. С 2011 по 2014 год мы могли наблюдать буквально рассвет легенды. Как и говорил ранее, я опознал данный шедевр в 2012 году. Забавно, что я узнал о Майне, когда искал Донны на Гаррисмод. В данной эпохе было все иначе, нежели сейчас. Биомы не имели логической связки. Например, рядом с пустыней могла заспавниться тайга. Тогда дизайнерами выступали программисты, поэтому многое выглядит так своеобразно. И да, это вызывает ностальгию. Смотря на это, понимаешь, что то время уже не вернуть. Но стоит отметить, что игра уже была полноценной, ее можно было пройти. Да, в ней не было столько контента, как сейчас, но это было классно. К слову, именно тогда и начали появляться те самые ютуберские шейдеры, помните? В эти же года вышел немалоизвестный Pocket Edition. Многие, как и я, играли в него на переменах, а особо опасны и на уроках. Мир был ограничен по максимуму, о каком-то полноценном геймплее и речи не шло. Но, как бы не было приятно ностальгировать, сейчас мы затронем эпоху, которую мало кто застал. 2009-2011 год. Короткий, но самый интересный, как по мне, период. Именно тогда присутствовала атмосфера одиночества, таинственности и неизведанного. Никаких мобильных и консольных версий не было. Генерация была слишком рандомной, что создавало эффект чего-то неестественного. Зачастую все играли с низкой дальностью прорисовки, что создавало еще более жуткий эффект. Старый Майнкрафт имел множество странного и необъяснимого. Если в новых версиях все данжи имеют логическое обоснование, то... Старые версии были чем-то загадочным. Например, кирпичные пирамиды, объяснение которого мы раньше не могли найти. Данные пирамиды полностью были заполнены кирпичом, что вызвало очень много вопросов. Хочу также отметить явление, как вот эти парни, которые максимально нарушают стилистику игры. Выглядит вообще очень проклято на самом деле. А если вас смущало, что рядом с пустыней могла быть тайга, то как вам биом заснеженной пустыни? Ох, как он меня раздражал в свое время. Всегда, когда в нем спавнился, не мог найти его границы. Также, может кто-то помнит Таинсенебаг под названием Далекие Земли. Меня всегда завораживал данный вид. Также в это время появилась самая первая крипипаста. Легенда о Херабрине. Да, в будущем будет и Энтити 303, Нал, Лукас, Длинноногий 000145236, Эррор 422, Дэ Молтон и куча других однотипных челах. Но именно Херабрин был тем, что вызывало много споров и ночных кошмаров у детей. И все это давало свой непередаваемый вайп. Майнкрафт всегда обладал своеобразной атмосферой. От простой инди-игры, где ничего кроме двух блоков и нет, до воистину легендарной ААА игры. Мне всегда нравился Майнкрафт за свою разнообразность. Я большой фанат строительства и создания машинемы. Кому-то нравится искать приключения, кто-то любит ностальгировать по старым версиям, а кто-то меняет Майнкрафт с помощью модов. Но это все остается той самой игрой, которую мы так любим. В данном видео, как и предыдущем, я рассказываю свои чувства и ощущения, которые могут не совпадать с вашими. Напиши в комментариях, что ты чувствуешь в данной игре. А если вам понравился данный ролик, то рекомендую посмотреть данное видео, где я рассказываю про эстетику Сурс Игр. Или кликай сюда и посмотри, что вам подобрала нейросеть. Надеюсь, что увидимся.